Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Как раз-таки последние, постоянные подписчики разорвали комментарии в последние дни под разными видео. Даёшь Чаплыгу. Нужен его анализ, что происходит. Потому что действительно событие, ну, очень интересное. Михаил со мной на связи. Миша, здравствуй. Привет, дружище, привет. Событие, конечно, утром не особо радужное, скажем прямо. Но, к сожалению, ожидаемое. Да, но неожиданно зашептали разные аналитики. Конечно, мы по состоянию на сейчас, когда беседуем с Михаилом, мы не знаем достоверной информации, вот официальной и проверенной. Баллистика, Искандеры или кинжалы? Это что-то новое в этих обстрелах. Вместе с этим мы видим интервью героя Российской Федерации, уважаемого военного, генерала Рудского, который там беседует с местным интервьюером российским и говорит, что вот эта тактика обстрелов ТЭЦ, ТЭЦ, тот, кто ее предложил и, ну, собственно, руководство одобрило, это изменники Родины, потому что начинает доходить уже даже до этих умов, что обстреливая и оставляя города без света, тепла, канализации, в общем, никто не будет с распростертыми объятиями встречать российскую армию. И, мол, это вообще не денацификация. Что ты можешь сказать по поводу ожиданий и того, чего мы, ну, как бы не ожидаем от этих новых ударов? Ну, давай с конца, а потом давай поговорим о более глобальных вещах, потому что, ну, честно тебе скажу, эфиров было за эту неделю много, мне нечего сказать. У меня уже одни и те же самые примеры и многое другое, но мы можем пройтись просто для, знаешь, так, как это, высновки, да, сделать. Ну, давай с конца. Я, честно говоря, Рудской, это, видимо, ну, помнится, что ты, короче, когда-то слышал, там, великий генерал и так далее. Я думаю, что он не хуже тебя, меня и других людей понимает, что в геополитике и в войне нет эмоций в принципе. Людей не существует. Люди – это статистика. И, ну, если военный воспринимает людей как эмоцию через фильтр, там, не знаю, семьи, переживаний или чего-то еще, это очень плохой военный. Точно так же, как если политик, точнее, ну, да, политик, который думает о будущем своей страны, поддается каким-то эмоциям или совести или чему-то еще, страна проиграет. Потому что его решения должны быть рациональны, циничны и прагматичны. Да, ему нужно будет это упаковывать в какую-то красивую риторику, там, моноэфиры ж моноэфиры, но по-другому никак, понимаешь. К сожалению, этот мир построен на войне. Суть этого мира – война, понимаешь. Мира нет как такового. Есть перемирие, ну, длиной там от одного дня, грубо говоря, до, не знаю, 50-100 лет, например. Помнишь, в Турции, когда распадалась Османская империя, был заключен так называемый 100-летний мир. Представляешь, на 100 лет люди вперед тогда мыслили, 100-летний мир. Его даже называли практически вечный мир. Но видишь, ничего не вечно под луной. Заканчивается этот 100-летний мир приблизительно в июне или в июле, если я не ошибаюсь, этого года. И в преддверии окончания этого всего Эрдоган уже сказал, что, собственно говоря, Греция рядом. Да, понимаешь, и 100-летний мир, он не такой уже и 100-летний, понимаешь. А люди не понимают. Они почему-то думают, что если мир, то все, мир. Нет, это все же перемирие. И вопрос только в длительности этого временного перемирия в вечной войне. А если война вечна, то, собственно говоря, всегда нужно понимать, что она ведется на разных фронтах. Потому что война – это не только пульки-шмульки. Пульки-шмульки – это, как сказал правильно понтифик, это инфантилизм. Это когда ты проиграл дипломатию, когда ты проиграл глобальную игру в шахматы. Тогда, знаешь, как вот, грубо говоря, собрались детки, как это, да, детки, анекдот такой был, да. Пьянка шла прекрасно, пока кто-то не сказал, что тематика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна. Да, вот приблизительно так, понимаешь. Вот, поэтому весь мир – это большая пьянка, но когда ты проигрываешь, дальше начинается драка, да, когда ты проиграл в диалоге. Поэтому пульки-шмульки – это всего лишь проявление инфантилизма, когда ты уже проиграл партию, у тебя больше нет аргументов, тогда ты переходишь к кулакам. Ну, то есть это любой, кто учился в школе, тем более советской, прекрасно это помнит и знает. Так, а вот теперь, вот этот пример я очень хочу, чтобы попробовали мы наложить на ситуацию, на позиции Украины до 24-го числа и после. Это очень тяжелая тема, потому что я исхожу из тезиса, и знаешь, как Джордана Бруно, да, и Друнецкого, все-таки она вертится, да. Так вот, политик – это тот человек, который идет управлять страной в любой, в любой, в Вавилоне, в Римской империи, в России, в Украине, в Германии, там, не знаю, где угодно и когда угодно – это классика. Его задача – любыми способами не допустить войны на своей территории. Любыми, подчеркну, любыми, понимаешь? Второй пункт. Если война неизбежна, и ты просчитываешь внешние интересы, внутренние интересы, балансы силы и так далее, ты понимаешь, что в каком-то глобальном пределе война неизбежна, тогда ты, как политик, должен принять жесткое решение первым начать войну на чужой территории, на чужой, понимаешь? Если война приходит на твою территорию, ты, как политик, уходишь и передаешь власть либо другим политикам, либо военным. Ну, погоди, с Зеленским этот постулат не сработал, наоборот. Ну, он укрепился, как политик, и стал мировой величиной. Политик, ну, мировой величиной – это прекрасно. Главное – быть политиком в своей стране, понимаешь? А мировая величина – да. Меня тоже звали эти лондонские лорды, понимаешь? Покушать за их столом. Ну, кто я такой? Чернь Комсомольская, понимаешь? Вдруг открывшая для себя лондонский стол. Мишенька, садись, золотые ложечки с баронессой. Вот тут дочка баронессы неплохая. Она рядом с тобой посидит. Хорошо? Мишенька, мы же тебя за один стол пустили. Мишенька, служи британской короне. А Мишенька говорит – нет, Родиной не торгуем. А-а-а. Ну, вот видишь, понимаешь, в чем дело. Тебя, конечно, могут сделать великой величиной в Лондоне, в США, не знаю, где там, в России кого-то, не знаю, в Греции, Турции, где угодно. А ты у себя дома кем будешь? Весь мир делится на пиратов и бандитов. Пираты – это те, кто грабят весь мир и привозят домой. А как они грабят? Они что, в Индии? Сколько было британцев в Индии? Несчастных 100 тысяч? Несчастных 100 тысяч выкачали все из Индии, чьими руками? Своими? Нет. Местных коррумпированных элит, которых они возили в Лондон, за общим столом кушали, понимаешь, почести оказывали и так далее. А понимаешь, в чем дело? Пираты ограбили, а чьими? Руками бандитов. А бандиты кто такие? Те, которые принимают пиратов за 5% и своими руками грабят свой народ. Вот тебе пример Индии. Ну, и не только Индии. Это известная штука. Понимаешь, мой друг? Не надо быть. Лучше будь ненавидим мировыми элитами, зато любим своим народом. Это разные вещи, очень сложно. Это тоже в учебниках все это есть. То есть, понимаешь, я просто цитирую то, что, в принципе, студенты-международники должны были бы изучать на первых курсах. Ну, если они действительно учатся, а не назначаются, знаешь, по гештальтологии. Понимаешь? Вот как-то так. Миша, Джонсон приезжал с пиратскими целями в Бучу и... Нет, Джонсон, естественно, приезжает в любые другие страны. А ты помнишь, что он представляет империю, над которой никогда не заходило солнце. Помнишь это? Скажи, пожалуйста, Джонсон что будет приезжать сюда? Видимо, он хочет уничтожить Британию, да, поставить ее на край экономического, там, геополитического краха. Но вот Украина, только ею он и живет, просыпается утром и засыпает. Слушай, да все гораздо бананней. У него скандал начался. Они все там, о бабле. Его поймали на том, что он 800 штук, 800 тысяч фунтов взял кредита у какого-то перца, блин. А потом этого перца рекомендовал назначить директором Би-Би-Си. Ну, как бы понятно, да, о чем еще идет речь. Так вот, для того, чтобы перебить, хода нет, ходи с Бубей. Тут же внезапно он появляется в Киеве. Все, перебили новость. Отлично. Отлично. Да нету там никакой теории заговора. Понимаешь, что Джонсон управляет Британией? Ой, господи, не смешите. Ну, сейчас да, нет. Но погоди. Хорошо, Сунак управляет Британией. Да я тебя прошу. Британия управляет старые деньги. Те самые пиратские деньги. Да, я думал, что мы подойдем к этой теме немного позже, но в школе с козырей так с козырей, бубей так бубей. Зеленский в Sky News, в интервью, сегодня разошлась информация, заявил, что, ну, понятно, он считает Путина никем, и он до конца не уверен, вообще Путин ли управляет Россией. Что об этом можно сказать? Это ведь не просто, ну, просто когда он там пошутил о том, что там жив ли Путин, да, вот, несколько дней назад. Ну, все восприняли, кто-то говорил, что это троллинг, кто-то говорил, что это вот такое позиционирование, мол, и где-то и духоподъемно, где-то. Но сейчас это уже, вот это повторение этого, более, ну, таким, серьезным языком, нам говорит о какой-то платформе, на которой стоит Владимир Зеленский и вообще киевская власть. Поэтому я, собственно, и прошу тебя проанализировать, кто управляет Россией, и почему так себя ведет Зеленский, когда у него спрашивают западные издания о Путине. — Знаешь, давай сразу скажем, что в наши дни единственное, чем ты можешь пользоваться, чтобы говорить, это иносказания, сатира, притчи и вопросы. — Фольклор, в общем, да. — Да, то есть вот вопросы, знаешь, у меня когда-то учитель физики говорил, что вы задавайте мне вопросы по физике, я пойму уровень вашей подготовки. Поэтому вопросы, они и не запрещены, и так далее. Давай я задам вопрос. Скажи, пожалуйста, сравнивая Путина и Байдена, кто управляет Америкой в таком случае? Если Путин не управляет Россией, а есть некий персонаж Байден в США, который, ну, все мы знаем, да, то есть там песни, умершие люди, разговаривающие с ним, да, и так далее. Кто управляет Америкой? Очень опасные вопросы, да. Не надо так делать. Никогда, никогда не пытайся унизить твоего противника в словесном споре или в чем-то еще, потому что тем самым ты унизишь себя. Потому что если Путин не кто, то с кем ты воюешь? Если на фронте мобики-шмобики там, да, и неподготовленные, то от кого погибают наши бойцы? От кого? От отребия какого-то неподготовленного? Шмобиков-мобиков? От кого тогда погибают? Зачем это делать? Зачем унижать наших бойцов шмобиками-мобиками там и так далее? То же самое касается и здесь, идиополитики. Но, я тебе скажу, вопрос в другом. А теперь байка. Опять вернемся к этим застольям лондонским и так далее. Было в моей жизни это все. И вся эта шваль, которую я называю саросята-поросята и эти секта волкеров, я их всех видел. Они все при мне торговали родиной. Мы все учились на одних программах. Понимаешь? Я их знаю как облуплены. Боже. Даже ближе, чем их родные. Понимаешь? И цены им всем знаю. Так вот, во всей этой игре очень важно не потерять собственную родину. Вот что очень важно. Когда ты, ну то есть ты стал первшим хлопцем на селе, грубо говоря. Тебя отобрали. И ты поехал на какой-то международный уровень. И опача, ты уже не первый хлопец на селе, а ты уже среди элиты. Вокруг тебя 24 отобранных со всего мира, со всего земного шара, всего лишь 24 таких, как ты. Понимаешь? И ты начинаешь ощущать себя чуть ли не бельденбергским клубом. Понимаешь? Ты мегаэлита. Ты один из 24 на весь мир, отобранных с разных стран. С тобой носятся, как с писанной торбой. Белые домы. Пьянки на Даунинстрик 10. Куришь на балконе. Там балкончик есть такой. И он выходит на дворик. И там детская площадка для детей и премьер-министров и так далее. Куришь на этом балкончике. У тебя бокал. Слушай, бокал, сигара на балконе. Даунинстрик 10. Да ты просто царь земли. И на каком-то этапе ты начинаешь отрываться от собственной. Потому что это, знаешь, как Криси, пардон, смотришь вниз. Кто ты? Если ты не будешь звездой этой мировой элиты, то ты опять вернешься в свое село. Да, будешь первым. А может, ты не будешь первым хлопцем. Мало ли. То, конечно, ты уже там. А для того, чтобы тебя там держали, ты что должен делать? А, мой друг. Понимаешь? Понимаешь? Так вот, не надо играть в чужую игру. Не надо. Откажитесь от мировых элит. Что они вам дадут? Кто вы там безродный? Они по 500 лет, по 1000 лет. Некоторые. По 1000 лет правят этим миром. Кто вы? Да вы никто. Даже если вам, не знаю, белую салфеточку дадут и золотые ложки. И еще одну подарят, блин. Чтобы вы не воровали. Кто вы? Вы никто. Но не все это понимают. Не все, понимаешь? Не все. Так вот, ты меня спросил по поводу, кто управляет Россией и так далее. Я тебе скажу, Путин управляет. Путин. Равно как и его окружение. И бояре. Это целая система. И инфантилен, и глуп. Тот, кто думает, что смена Путина на другого что-либо изменит. Нет. Ничего она не изменит. Абсолютно. Потому что так устроен этот мир. Если ты хочешь кушать, вот эта коррумпированная система, а коррупция на самом деле, ну назови ее лоббизм и бери с нее налоги, и будет тебе США. А забери лоббизм и налоги из США, и это будет самая коррумпированная в мире страна. Вот тебе и ответы. Вопрос в том, как ты что назовешь. Одни кричат, что правовета – это пережиток прошлого, лишительность. Правовета – это вообще, блин, какая-то отрыжка, понимаешь, с холодной войны. А, но при этом они забывают, что то же самое правовета, названное словом «консенсус», так это просто вершина дипломатиями и демократии. Забыли, что консенсус и вета – это одно и то же. Понимаешь? Но только там это так называется, а тут так. Понимаешь? Вот то же самое и здесь. Тут коррупция, она есть везде. Это просто упрощение. А сама, ну, и знаешь, вот здесь коробка передач, и для того, чтобы она крутилась, в нее надо заливать масло. Если она качественная, то в ней меньше надо масла, и оно меньше будет съедаться. Если она некачественная, то больше масла. Но суть одна и та же. Понимаешь? Так вот покажи мне то колесико в этой коробке передач, которая захочет выйти из коробки передач, и типа я вот такое вот колесико. Если ты выходишь, ты уже не коробка передач. Цена тебе в базарный день юзанное колесико никакая. Никто оттуда выходить не будет. Понимаешь? Вот. Это инфантилизм. Поэтому решать эти вопросы нужно в любом случае с теми, кто есть. Теперь, потому что те, кто придут завтра, могут быть значительно хуже тех, кто есть сегодня. Это первое. Читайте Макеавелли. Люди с радостью сносят действующего правителя в надежде на то, что новый будет значительно лучше. Но всякие новые всегда оказываются значительно хуже, потому что ему нужно расплатиться с теми, кто ему дал денег на то, чтобы стать новым. Понимаешь? Макеавелли. Ну, Коля такой жил когда-то. Миш, ну, знаешь, я... Так вот. Дай мысль уже доведу до конца. Там чуть-чуть, да? Вот я тебя доведу до конца мысли. По поводу с кем и как договариваться. Знаешь, почему успешен Китай? Потому что все мы люди, вот так мы устроены. Бабочка, она не способна осознать период жизни бабочки меньше, чем цикл, ну, например, там, смены года, да? То есть она не способна осознать что-то, что длиннее одного года. Для нее год – это вечность, понимаешь? Хорошо, человек живет в среднем, там, ну, пусть 80 лет, там, да? Вечность для человека – это 80 лет. Ну, 90 пусть, да? Ну, средний. Это еще в хороших, да, условиях. Он не будет мыслить больше. Любой человек, он, извини, из говна воды и эмоций соткан, понимаешь? Поэтому мыслить он будет эмоционально. Смотри, например, ты в своей студии, ты глава своей студии. А я здесь начальник, ой, как-то, водитель дивана, если я назвал. Вот я водитель дивана, начальник этого дивана. А ты начальник этой студии. И мы с тобой решаем, а вдруг правильно ли было бы заключить договор между твоим и моим диваном? Ну, потому что мы тут, как бы, беседа. Хотим мы того или не хотим, если мы будем просто людьми, то мы будем руководствоваться своими эмоциями. И вдруг мы с тобой вчера попарились в бане и выпили много водки. Побратались, все, мы же братья навеки, да? Побратались. А потом, бах, от тебя переизбрали. На твое место пришел кто-то другой, который искренне меня ненавидит. Понимаешь? Побратались. А я тебе пообещал треть своего дивана. Ну, вот так чисто, же с доброй волей. Мы подписали договора, понимаешь? Но приходит на твое место другой и говорит, о, а тут Миша мне треть дивана уже отдал. Ха-ха, ну давай треть дивана. Я говорю, я тебя ненавижу, как я тебе отдам треть дивана? А он говорит, поздно. Правоприемничество есть, да? То есть это же не Саша Шелест подписывал, понимаешь? Это подписала та комната, студия. А ты подписал, не ты, а от имени дивана. Поэтому заключилось соглашение между студией и диваном. А ты вообще переменная, понимаешь? И я говорю, боже, все поменял, поменялся Вася, и что теперь, переписывать договор? А он не даст его переписать. Ну и в обратном порядке так же. Почему успешен Китай? Потому что периоды, которыми он мыслит, значительно больше, чем время жизни активной одного человека. То есть более 50 лет. Точно так же и в США. Почему они мыслят? Они мыслят не людьми, представляющими кого-то, и даже не правящими партиями и идеологиями. Они мыслят государственными странами, понимаешь? А все остальное переменное, понимаешь? А мы же пытаемся вести политику, исходя из личного. Смотри, выпили вчера с Джонсоном, дружим с Британией. Пришел Сунак, показал полруки. Зрада, плохая Британия, понимаешь? Скажи, как к нам в мире будут относиться? А вот что делает США? А США уже сейчас, оказывается, обговаривают план. Ну то есть хорошо, воюем, война, победа, перемога. Она в любом случае когда-нибудь закончится. По-любому. Ну каким-либо вариантом. А какие варианты они рассматривают? Оказывается, они рассматривают варианты дальнейшего сдерживания России после окончания войны. О чем это говорит? Это говорит о том, что, снимите лапшу с ушей, никаких планов по разрушению России, расчленению или чему-то еще нет. Никто на это не пойдет. Сказки о том, что Китай хочет овладеть Россией, и прямо ее десубъективизировать. Это бред какой-то. Потому что чем больше у тебя твоих фигур на доске, тем легче тебе играть. Снимайте лапшу с ушей. Эти войны для этого мира. Это знаешь, как включить новости, часик посмотрели. Ой, какой. И бак, и сериал включить. Все, это вы живете в этой войне. А весь мир живет в сериале, понимаешь? Совершенно другом, понимаешь? И свои новости смотрят. И когда-то это все заканчивается, понимаешь? И тогда все начинают думать, что дальше. А потом, когда это все заканчивается, мы вдруг выходим. А почему Китай не овладел Россией? А почему ее не расчленили? А почему? И рождается такое количество. А почему? Что лучше бы не напрягать этим. А почему? Понимаешь? Поэтому многие не напрягаются. Ну вот это, да. Многие не напрягаются. Хорошо тем, кто может уехать потом. Понимаешь? А теперь давай я тебе, вот буду ведущим, и я эту важную мысль впервые у тебя скажу. Ну не впервые, а я сформулирую это. А можно я вопросами? Потому что по-другому нельзя. Кто такой политик? Вот ты начал с этого. Кто такой политик? Смотри. На примере пандемии. Когда приходит какой-то вирус или что-то еще. Предположим, что это реальная опасность. Тогда приходит вирус. Кто? Ну то есть, а ты руководитель страны. У тебя есть что? Экономика. Потому что ты должен за что-то покупать лекарства. Обеспечивать работу медиков. Учить даже детей. Жить с пенсии. Экономика. А с другой стороны, у тебя медицинские вопросы. Ну то есть, ты же должен как-то, да. Тебе медики говорят. Нужно делать то, то, то и то. И ты, как политик, должен найти баланс. Потому что если ты сделаешь только как хотят медики, у тебя не останется экономики. Нет экономики, не будет государства и социума. Все, тебя снесут. Да и медикам будет хуже, если сделать полностью все, как они хотят. Тогда да. Ну и что да? С кем вы останетесь? Кто вам шприц купит, понимаешь? Лекарства кто купит? Кого лечить вообще? Понимаешь? То есть вот. Если ты сделаешь только для экономики, то в таком случае у тебя будет, помнишь, как Китай сняли ограничения в один прекрасный день? Два года держали. Сняли. Так там просто такой мор пошел, что у них уже деклайн населения такой, что Индия на первое место выходит. Понимаешь? Тоже нельзя. Ты должен как политика искать баланс. А теперь внимание перевожу на военную тему. Когда приходит война, вместо врачей, естественно, первое место занимает кто? Военный. Правильно? Что тебе скажут военные? Военные тебе скажут. Мобилизация, оружие, обеспечение. В бой. Правильно? Правильно. А с другой стороны у тебя социумы. Да? Люди. Которые не все же воюют. Правда? У тебя люди. И у тебя есть баланс между этим. И тебе нужно решать, что делать. Понимаешь? Я к чему веду. Предположим, у тебя живет в квартире 10 человек. Твоя квартира 10 человек. И вдруг негодяй Михаил вспомнил, вспомнил, что видел у тебя две бутылки водки. Решил каким-то образом вломиться к тебе в дом. С вопросом, где эти две бутылки водки. Не, ну серьезный вопрос, между прочим. Понимаешь? Вот. Ты понял, что, собственно говоря, две бутылки ты припас на себе. И это как бы в наши дни это серьезный актив. Понимаешь? Вот. И поэтому отдавать ты их не хочешь. Что начинается? Начинается драка. Потому что я веду своих домочадцев. Говорю, слушайте, домочадцы. У нас водки нет, а у этого перца две бутылки водки. Ну и вот же он. Ну вот, вот. Понеслась. Как в древнем мире было. В средние века. Я собрал своих домочадцев. Вооружил. Ты своих. Да? Прихожу я к тебе под двери. Стучусь. Ты в глазочек смотришь. А я тебе говорю. Уважаемый Тарис Шелест. Вот у меня тут домочадцы собрались. И посмотри, чем мы вооружены. Значит, есть предложение. У тебя две бутылки водки. Мы устанавливаем с тобой мир. Новый. Ты мне одну бутылку отдаешь. И я ухожу. Ты взвешиваешь. Значит так. Если я ему отдаю 10 бутылку водки, он уходит. У меня остается одна. Мы домочадцы. В принципе, мы заработаем еще одну. Да и хер с ним. Будет опять две. И он убрался. И, собственно говоря, все нормально. Если ты решаешь по-другому. Так раньше это было. Говоришь, не, ни хера. У меня тоже 10 домочадцев. Сейчас мы тут устроим. Вопрос, где мы устроим. У меня в квартире, если я из него вышел к тебе. Или у тебя в квартире. Где у тебя хрусталь, там помимо водки. У тебя же есть еще шкафы, хрусталь, правильно? И многое другое. Миша, этот пример ты приводил в плане Кумовьев и Сало. Но получается сейчас, по факту, я понимаю, что ты его не просто так приводишь и с водкой, и с домочадцами. Получается, что в квартире, где в коридоре, например, возле порога, еще, может быть, с заворотом этой квартиры куда-нибудь в санузел. Вот сейчас побили кафель, люстры, ободрали обои. И, собственно, там уже жить невозможно. Ты умничка. Но сейчас я тебе скажу чуть о другом. Потому что обои и кафель ты, в принципе, купишь. Как эту бутылку водки, понимаешь? Если у меня ее нет, значит, я ее не заработал. Или не смог. Мозгов не хватило. А у тебя мозги есть. Ты на две заработал. То есть ты заработаешь еще третью и четвертую, понимаешь? Но. Кто на что учился, называется. Так вот. А теперь представь, что ты говоришь нет. Я выношу тебе дверь и начинается, начинается. Только одна беда. У меня уже было все, что у меня было вместо водки. Я купил 10 рогаток. И дал эти рогатки домочадцать. А у тебя не было. Потому что ты зарабатывал и купил две бутылки водки. У тебя рогаток нет. Теперь внимание. Когда начинается это все? Предположим. Предположим. Ты говоришь, мы побеждим по-любому. Потому что мы берем умение. Хорошо умение. В результате этой всей войды, ты остаешься с одним домочадцем. А я остаюсь с пятью. Да, я проиграл. Я собрал манатки. Эти пять домочадцать говорят. Михаил. Да ну я нахер. Ту водку сходим к кому-нибудь другому. Ну, пока у нас еще есть пять. Правильно? Сходим к другому. Ну, в чем проблема? Найдем. Ну, водки мало или что? Ну, вот. А ты остался победил. И остался с одним домочадцать. Дружище. А кто будет для того, чтобы все у тебя работало? Тебе нужны десять домочадцев. Понимаешь? У него что ты не сможешь работать? Тебе надо будет нанимать. Или тебе надо будет кого-то прописать. Кого ты пропишешь, если твоих домочадцев больше нет? Поэтому, мой друг, ты как политик должен взвешивать, сколько ты потратишь на ремонт. Понимаешь? Сколько домочадцев у тебя останется и кто? Кто же разделит эту радость победы вместе с тобой? Те девять, которых ты выпишешь? Ну, точнее, пропишешь у себя новых. Ну, со стояка. А откуда ты их еще возьмешь? А эти девять сидели, смотрели сериал, бухали, цокали языком. А потом ты к ним пришел и говоришь, пропишитесь еще и у меня в квартире. Нормальный ход конем, я считаю. Правильно? Так вот, когда ты это делаешь, и как государственный деятель, ты обязан взвешивать все показатели. Показатель кафеля и ободранных стен, цена ремонта, количество домочадцев, которые разделят с тобой радость победы и военные аспекты. Ты не можешь нарушать балансы. Вот в чем суть. Но, если это тогда, когда ты государственный деятель, а когда ты индийская элита, то ты мыслишь по-другому. Да, очень доходчиво, но есть уточняющие вопросы по ходу, я немного притормозил с ними, но очень важно сейчас. Возвращаясь к коробке передач и шестеренок, замены их и так далее, можно ли, пользуясь вот этой аллегорией, мы же с Михаилом об аллегориях, мы в общем. И знаки вопроса. Да, и знаки вопроса. Можно ли, пользуясь этой терминологией, этими аллегориями, сказать, что последнее увольнение, которое, как написала СНН, Зеленский встряхнул власть в Украине, это смена прокладок. Да, а что системного поменялось? Значит, давай еще раз. Простые примеры из жизни любого государственного служащего. У нас нет такого понятия, как взятка уже давно, есть понятие неправомирного выгода. К примеру, ты плохой госслужащий, тебя назначили начальником, и ты должен ставить подпись. А кто подписывает? Замминистра, что ли, подписывает? Подписывают в основном. Ну, министр, правильно? Ну, хорошо. А если берут уборщиц и замов? Зам, это тот, это, ну, как это, грубо говоря, это передаточные звенья, понимаешь? Ну, так о чем мы говорим? О чем мы говорим? С таким же успехом, знаешь, как на границу приезжаешь, когда-то было такое, в мое время молодости. Приезжаешь на границу, а тебе сразу говорят, Михаил, ну, мы же тебя хорошо знаем. Ну, давай не будем тратить твое и мое время. Ты сто процентов везешь сигареты, этот, спирт, рояль, замотал ты его в свои эти, вязанки веников были такие, выбиваешь центральный, спирт, рояль туда забиваешь, все, отлично, вязанка веников. Говорит, давай мы не будем тратить время. Михаил, смотри, вот там парикмахерская, а тебе точно надо пойти постричься. Вот ты сходи в ту парикмахерскую и постригись, баксов на 50. И как только ты там на баксов на 50, хотя бы запишись на 50 баксов, запишись. И если ты классно пострижешься, ты можешь ехать, то есть мы не будем терять ни твое, ни мое время. Скажи, пожалуйста, если посадят парикмахера, то что? Хотя за что парикмахера садят? Ты же понимаешь, что доказать коррупцию парикмахера нереально, правда? Точно так же, как никто с тебя денег нигде не требовал. Тебе просто сказали, пойти постричься, морда у тебя вот такая. Ну разве это плохо? Вот и вся идея. Бороться с коррупцией бесполезно. Ты чем больше траву стрижешь, тем лучше она растет, мой друг. Понимаешь? Бороться с коррупцией можно исключительно другим способом. Созданием условий, когда она, а, невыгодна, понимаешь? Б, не нужна. Вот и все. А кому нужна коррупция, Миша? Дружище, скажи мне, пожалуйста, для того, чтобы жить, вот, ну, если тебе показали мировую элиту, дома, дворцы, золотые ложечки, путешествия и так далее. Скажи, пожалуйста, у тебя хватит какой-нибудь заработной платы, сколько у тебя должна быть заработная плата, чтобы ты мог себе позволить средненький уровень жизни среди мировой элиты? Тебя же туда повезли, понимаешь? Галстучек тебе поцепили, ты в этом пиджачке там ходил. Какой? У тебя заработная плата должна быть не менее пяти тысяч баксов. Это три копейки на самом деле. Не менее. То есть у тебя цифра денег должна быть большая. Где ты видел заработную, ну, кроме бандитов, которые в интересах глобальных грабят страну, где ты видел заработные платы? Приблизительно в пять тысяч. Нигде. А если ты не можешь заработать пять, то что ты будешь делать? Ты будешь их получать, потому что заработать можно только геморрой. Понимаешь? Вот. А от работы кони дохнут. Поэтому ты будешь их получать. А если перед тобой стоит возможность получать, то что ты будешь? Получать пять тысяч или получать пять миллионов? Если и то, и другое получать. Конечно, ты будешь получать пять миллионов. Почему? Потому что ты знаешь, что твои дети не должны будут работать, ибо от работы они получат геморрой. А ты не враг своим детям. Значит, тебе нужно их обеспечить. И очень многие семьи шли в предыдущие политические режимы, ставили на себе крест старшие родители. Политически. Их сжигали, но своим детям и внукам они отдавали пять, десять, двадцать миллионов долларов. Их дети были на стартовой позиции лучше, чем твои и другие. И они побеждали в этой жизни. А к детям уже не докопаешься. Они получили хорошее образование, они получили стартовые деньги, чистые, потому что они их прокрутили через ОВГЗ, и так далее, и так далее. Все, мой друг, вот так рождается эта несправедливость. Справедливая несправедливость. Понимаешь? Вот так устроен мир. И то, что происходит сегодня, это всего лишь смена элит. Одно поколение нажралось и обеспечило, пришло другое. Новые лица. И они не начали. Они же понимают, что у них нет будущего. Ты за них проголосуешь, но только честно. Или может кто-то другой. После всех этих видео с мобилизациями и так далее. Нет. Поэтому они понимают, все, они прокладка. И уходят. И точно так же и здесь. Смена прокладки. Система не изменилась. Понимаешь? Вообще. Почему не изменилась? Потому что нет реального сектора экономики. Экономики нет. И не будет. Я тебе уже скажу. Не будет. Я тебе хочешь на пальцах объясню, почему? Ее не будет. Поэтому, если ее не будет, то брать нужно то, что есть сейчас. И на этом строится система. Потому что план Маршалла, о котором так много говорят. Ну, США, Германия, восстановление Германии. Это не о деньгах было. Нет. Все почему-то думают, что это много денег туда дали. Нет. Ничего не дали. Это дали рынки сбыта, чтобы ты, тяжело работая, мог продать свою продукцию. Потому что если тебе некуда продать, то твоя тяжелая работа до пятой точки. Правда? Тебе открыли рынки. Тебе создали механизмы и тебе дали технологии. Но работать должен был бы ты. А что у нас происходит? План Маршалла? Нет. Происходит вливание прямых денег. Куда? Вот куда ты их вольешь? Объясни мне. Во что? Ну, ты что, долларами хлеб намажешь или что? Нет. А если у тебя нет маслозавода, что ты сделаешь? Ты вернешь эти деньги туда, откуда пришли, чтобы там купить. А если там купить, это значит, нужно произвести там больше. А кто произведет там больше? Правильно. Твоя рабочая сила, которая туда уехала. Все. Минус рабочая сила. Плюс развитие экономики там. Долги тебе. Плюс новые деньги там. Вот и все. И эти деньги, что тебе дали, вернули туда. Вылетает кирпич из этой стены, которую ты сейчас построил и как бы разложил. Не выпускают, пишет, работать там. Друг мой. Я уже где-то... Ну, кого не выпускают? Я очень много людей вижу здесь. Понимаешь? Как-то они выпускаются. Как-то они выпускаются. А с другой стороны, я считаю, что республику, которую мы 30 лет строили... Зачем мы меняли СССР на Украину в таком случае, понимаешь? Для того, чтобы жить свободными, правда? Для того, чтобы получить свою субъектность, независимость, свободу обрести. Это же была тюрьма народа в СССР, правильно? Я получал, у меня вот до сих пор этот старый советский паспорт, мне там 15 лет на этой фотографии. И в нем стоят сверху вот такие выездные визы. На них штампики, значит, вписывали. ЧСФР, там это, РП, там и так далее. Штампик АВ служебное, проезд через такой-то, где мне выехать. На сколько дней? Выездные визы прошло сколько? 30 лет, да, чуть больше. Больше 30. И я вернулся, ну, меньше 30, потому что это в 93-м году у меня это было. Четвертом. То есть, мы вернулись туда же? Выездные визы? Вы серьезны? А на хиба? А теперь, мой друг, очень важные вещи тебе скажу. Когда нам рассказывают про восстановление, что сюда вольют деньги и так далее, скажи, во время глобальной рецессии, кто-нибудь будет строить производство в чужой стране, если сейчас идет борьба между ЕС, а точнее Германией и Францией с США, за то, чтобы не уезжала их промышленность, особенно химическая машина, строение и так далее, не уезжала в США. Нет, они все бросят и решат, что им нужно строить в Украине, конечно, конкурентов и производство в Украине, конечно, а как же иначе? А если никто этого делать не будет, то что тут осталось? Значит, получается, меньше народу, больше кислороду, потому что нужны земля и недра. Все, точка, больше ничего. Понимаешь? А если мы это понимаем, отсюда вывод. Когда говорят, что с этими мобилизациями и так далее, про домочаться мы с тобой поговорили. Кто же работать будет? Откуда экономика возьмется? Да не возьмется, мы прошли точку невозврата, осознайте это. Все. Теперь, вот теперь, переходим к самому важному вопросу, который ты, наверное, захотел бы мне задать. Когда мы прошли точку невозврата, и никогда уже этого не будет, то представь себе, что ты власть. У тебя остается только два варианта. Либо идти брать Москву, ну, не знаю, победить, проиграть, уже не важно. Суть в том, что тебе либо идти уже брать Москву, если ты прошел точку невозврата, либо раздеться и стать перед людьми, которые зададут тебе вопрос, а нахиба тогда это все было, если этого будущего нет. И тут мы вступаем к новой фазе, к вопросу, что мы хотим получить на выходе, какую страну, с какой экономикой, с чем, куда и как. У тебя есть простые ответы на это все? У нас же есть Министерство магии простых решений. Я могу и очень хочу продолжить эту тему. Это, на самом деле, очень глубокая и важная тема. Я очень сейчас всех призываю поставить лайк. Я очень хочу, чтобы вы тоже вовлеклись в эту дискуссию в комментариях. Вы так ждали наших сказок, аллегорий и баек с Михаилом. Вот я хочу продолжить эту тему сегодняшним постом неоклассика мысли государственной Алексея Арестовича. Господи, я хотел подумать, Димон с Москвы. Нет, Алексей Арестович. Димон, да, из Москвы. Ну, разницы нет особо. Он на эту тему, да, к которой мы сейчас подошли и в которую мы сейчас окунулись, он рассуждает, отталкиваясь от нового вброса тезисов Медведчука. Мол, вместе с ракетами запустили в наше пространство очередные тезисы Медведчука, пишет Арестович. И высказывается по этому поводу. Ну, о том, что структура хайпа и хейта радикально изменится сразу после победы. В общем, скажем так, анализирует все то, что предложил Медведчук. Что он предложил? То, что он в известиях писал тогда? Нет, это новое. Это новое интервью. РТ, да, Russia Today. Коротко, что заявил Медведчук, а потом к Арестовичу. У него есть дальнейшие планы, пообещал объявить их, когда придет время. Отметил, что на Украине есть люди, не поддерживающие конфликты. Что не все украинцы объединились в вопросе антироссийской истерии. Рассказал о новом политическом движении, которое развенчает то, что Украина монолитна в своих взглядах. И якобы все поддерживают Зеленского. Будущее этого движения, по его словам, зависит от миллионов людей, которые находятся и в России, и в Украине, и в Европе. И нынешний конфликт идет не за Украину, а за интересы Запада. Но это вот, скажем так, это больше отсылка к вот этим известиям. Это Медведчук. Что пишет Арестович? И это вот принципиально важно. Работа предстоит грандиозная, принципиальная. И делать придется всем, кто. И там список. Видит систему и процессы в целом. Имеет целостное видение будущего. Имеет соответствующий ресурс. Сумеет его применять. Имеет институализированные возможности партии движения. Имеет принципиальную поддержку из-за рубежа. То есть, это вот на кого будет опираться вот это будущее, о котором мы говорим. Ну и, скажем так, вывод, да, мораль всего, о чем пишет Арестович, комментируя Медведчука. Он говорит, что Медведчук провалится, потому что проваливался не единожды, но он не один в этом всем процессе. Поэтому это действительно угроза похлещей ракет. А может быть, ну, сопоставимая. Так вот, мораль от Арестовича. Пока дело политиков, хлопцы с фронта умеют брать Херсона, политики умеют брать власть. Смена политиков и выбор перспективных политиков – дело каждого из нас. От нас с вами будет зависеть, упустим ли мы послевоенный шанс или используем ради нас всех, друг друга. Ради хлопцев с фронта, которые своей кровью и жизнями добыли для нас этот шанс. И чем раньше мы это поймем, тем меньше шансов у некоторых политиков надурить нас снова. Вывод, вот практически… Вывод – голосуй за Чаплыга, я правильно понял? То же, что и Чаплыга говорит. Ну, правильно, голосуй за Чаплыга, я правильно понял? Зима, значит, прохладно. Ну, то есть, не обязательно холодно, но прохладно. Ну, вот что они сказали в новом. Собственно говоря, да, я это все делаю, да. Вот, пользуюсь твоим случаем, тоже скажу. Если у кого-то есть партия, я приму в дар документы, лицензию. Если кто-то хочет ее продать, рассмотрю варианты, да. Да, структуру – да, делаем, да, да, да. Идеология – тоже, да, да. Что, поддержка с вне? Нет, сразу скажу. Может быть, в этом и будет отличие. Полруки. Меня не интересует, я там уже был. Я все это знаю. Спасибо, кушали. Знаешь, как в том анекдоте, блин? Спасибо, мальчике сыру покушало. Вот, там, когда гаечка вот с двумя мальчиками, значит, вот, игралась. Так вот, понимаешь, что дело? Что Медведчук говорит? Что нужно какое-то, что Украина разная? Да, она разная. Это все прекрасно знают, да. Ну, что не все поддерживают Зеленского? Да, не все. Ну, что не все хотят быть мобилизированы, мечтают, что нужно действовать по-другому? Ну, да, не все. Что Украина победит? Да, победит. Вопрос, конечно, как говорят американцы, что вы вкладываете в смысл слово «победит», понимаешь? Не на каких условиях. Да, это да. Что говорит Аристоевич? Да, честно говоря, мне абсолютно фиолетово, что говорят, товарищи, дикторы по телевизору. Я вообще телевизор не смотрю. Касательно, какие проекты они видят в себе? Слушай, если Аристоевич считает, что проиграет Медведчук, то почему же Аристоевич тогда уверен, что выиграет он? У них два сапогеда, это две стороны одной монетки. Понимаешь, что у них одинаково. Кто сказал, что Аристоевич сможет порезетировать на левом поле Юго-Востока? При этом ходя в американское посольство на поклон. Или это тайна для кого-то? Или кто-то не знал, что, собственно говоря, база у них, это вот эти Аспен и Шмапсыны. Все думают, Сорос, Сорос, слушайте, Аспен есть. Это еще та соросятня. И отвечает за эту соросятню здесь Ахметов. А не Пинчук, как вы думали. И вся эта бригада перед выборами создала проект, называется «Люды важливые». Просто в силу своей либеральности они так сильно пытались написать манифесты, программы и так далее, что не успели партию сделать. Ну, это нормальный процесс для них. У них шашечки они ехать, понимаешь? Вот сколько они пытались. Но им лидер нужен, а кто же у них лидер? Кто лидер? Амелина, что ли, стоит лидером? Или кого? Или Романенко? Кого лидером? Или Институт будущего и прошлого? Кого? Ну, вот они и ищут симбиоз. Да вот и все. Другой там один, спутниками летает, обсматривает все. Ну, создает под видом отделения фонда, создает партию, структуру. Что не ясно. На том же поле, по ходу, пьесы. Но кто им сказал, что Медведчук не верит, потому что это прошлое. Понимаешь, чем он будет управлять здесь? То есть какую структуру? Само его имя, к сожалению, для него, оно токсично. Оно давно было токсично. Я очень хорошо помню момент. Я тогда работал с Тимошенко на выборах, новый курс мы писали и так далее. И я, честно тебе скажу, до сих пор горжусь тем, что мы написали одни из лучших документов. Ну, по перезапуску общей конституционной системы в Украине и так далее, и так далее. Меня, да, я же ходил на эти все эфиры, меня позвали, да, язык у меня нормально подвешен. Позвали, вот, главный офис туда. Говорит, Михаил, будут выборы парламентские. Не хотел бы ты, первая пятерочка, пожалуйста, с нами. Я говорю, вы знаете, в принципе, выборы, да, интересны. И почему бы не сходить? Я говорю, только ответьте мне на один вопрос. Медведчук в списке будет? Говорит, да, будет. Я говорю, давайте честно. Вот я вам просто скажу. Это токсично. То есть если бы он не шел, я бы еще говорил с вами. Но если он идет, это токсично. И это не потому, что, ну, то есть не злитесь на меня, не обижайтесь там. Это токсично. Это будет и вам огромным минусом, и ему. А я свое имя не поставлю на карту. Вот и все. Поэтому говорю, давайте так. Я вам честно сказал, как есть. Я не хочу кого-то обижать. Я далек от этих личностных разборок и так далее. Уважаю умных людей. А Медведчук далеко не дурак. При всем, так сказать. Я тебе сразу скажу, это умнейший, умнейший и талантливейший юрист. Вот. Другое дело, как и что он применяет свои знания, это уже пусть каждый сам решает. Но я тогда принял такое решение. И я тебе скажу, я не ошибся. Сейчас таких, как я, будет миллион. И никто не будет играть в эту игру в силу токсичности. Ему надо было быть невидимым. Точно так же, как это в Польше. Есть формально там Воровецкий, Дуда, да, там и так далее. А есть брат Кочинский. Ты где-нибудь должность брата Кочинского знаешь? Должность и нет. Нет. Но кто владеет Польшей? Его клан. Правильно? Ну так вот к чему эти все высказывания? Мы создаем движение. Ну все, мы создаем движение. Точка на этом движении. Все. Соберешь ты еще раз группу этих барабанчиков, вещателей каких-то. И что? Они за деньги будут тебе вещать какой-то бред, понимаешь? И что дальше? То есть это все, поверь, не работает. Все. Другое время. Это больше не работает. И то, что говорит Медведчук, я не знаю, что он сейчас сказал. Потому что, ну, если это РТ, то я точно этого не прочитаю. Потому что, ну, тут уже я сам. Я мониторю все. И русские СМИ, и индийские, и американские, какие хочешь. Но вот РТ, это, и там еще ряд сайтов, там каких-то не буду их называть в эфире. Просто, которые в принципе, знаешь, блок, чтобы я их даже не видел в рекламе. То есть вот это лишнее, скажем так. Вот. Но то, что он писал в известиях, я читал. Ну, то есть, по крайней мере, в оппозицию. И я тебе скажу так, это рассчитано на внутренний рынок. Это не на Украину. Понимаешь? Ничего они в Украине делать не будут, я тебе сразу скажу. Это бесполезно. Потому что в свое время они паразитировали на левом движении. И теперь почему-то каждый, кто называет себя левым, воспринимается как агент Кремля. Понимаешь? В свое время, когда я разговаривал с депутатами партии регионов, как они относятся к Януковичу. Ну, с топовым, которые были в его близком окружении. Они с лютой ненавистью к нему относятся. Я говорю, как? Почему? Говорят, потому что он бросил нас, и его тут нет. А мы выгребаем здесь. Понимаешь? И многое другое. Так вот, тот же самый эффект будет и здесь. Понимаешь? Я же знаю, как там шли между бойком и, ну, две группы, которые между собой договаривались, как это было сложно. Да? Соломет, говной танки, но как-то оно летело. И тут оно не будет, не будет оно так работать. Это все внутренний рынок. Потому что в России воюют башни. То есть была там башня Суркова, ну, Медведь, Сурков и Порошенко. Вот их трое, да? И это они изображали дихотомию. Там, где русский мир, тут какие-то мифические укра-нацики. Друг друга там побеждают, воюют там и так далее. Ну, нормально. По ходу пьесы делят бабло. Ну, то есть нормальная штука. Но нету больше Суркова, как башни. Понимаешь? Нету. И осталась без Суркова, осталась либеральная башня, которую нам тулят здесь под видом хороших русских. Понимаешь? И осталась башня войны, которые сказали, что до упора. Более того, эта башня войны побеждает везде. Они говорят простые вещи. Что время, эпоха, это серьезное заявление на самом деле. Вот их надо рассматривать. Они сказали, эпоха красных линий в прошлом. Все. Нет больше понятий красных линий. Теперь есть эпоха попытки нанесения стратегического поражения России. Все. Маски сорваны. Нет больше красных линий. Они относятся к США, как к стране, которая хочет нанести стратегическое поражение России. Значит, ответ должен быть. Нанесение упреждающего стратегического поражения США и ее коалиции. Понимаешь? Вот. Все. Война вышла на новый этап. Совершенно новый. И они прямо об этом говорят. Вчера в Вене, по-моему, на ОБСЕ в этом Хоббурге там собирались. И вчера сказали это все. Все. Новый этап. А все войны в мире, вот все говорят, знаешь, а почему там войны, значит, продвигают? Почему нам дают дозированно? А почему нам дают не сразу самолеты, а только сейчас начали про самолеты? Это перед этим давали какие-то рогатки и так далее. Сейчас тебе это объясню. Суть это вообще мира для розовых пони, которые этого не понимают. Думаю, сейчас вот это все все дали и все победили. Нет, нет, все чуть-чуть по-другому. Вот. Так вот, в России осталась теперь только башня войны, которая говорит, все. Либо мы наносим стратегическое поражение по любому, любой ценой. Понимаешь? Любой. Люди, которые выросли на той культуре блокадного Ленинграда, потеря всего и так далее, и так далее, для них потери людские не играет никакой роли. Есть у тебя айфон или нет, это не играет никакой роли. Есть у тебя туалет на улице или в доме, это не играет никакой роли. Вообще никакой. Их невозможно удавить санкциями, ибо это не та болевая точка. Бабки – это болевая точка морских, торговых цивилизаций. А континентальные цивилизации, у них только сила, это другое. Победить Россию санкциями невозможно. Можно только победить самих себя этими санкциями, которые обратной волной ударят по тебе. Победить Россию можно только войной. И они это тоже понимают. Поэтому в любом случае, либо договорятся США и Россия, либо не договорятся. И вопросы Украины, Китая и так далее, это все какие-то мифы. Все это вторично. Подтвержу свои слова. Выходит Шольц, когда еще танки, торговался за танки, помнишь? Выходит Шольц и говорит, почему мы не даем танки? Да потому, что это антироссийская коалиция США, где США обязана сыграть свою лидерскую роль, а не пытаться из Германии, которая вошла в эту коалицию, сделать лидера. Не ебать Кубэпершин. Значит, антироссийская коалиция по главе США, где США должны сами играть лидерскую роль. Вот в чем суть. А почему они не играют эту лидерскую роль? Играют? Ну, погоди, это же какой-то, подожди, это какой-то просто театр абсурда. Вот тут США, 31 Абрамс, с оговорками выходит Байден, говорит, да, отправим несколько месяцев и будут. Ну, там, страны пошустрее отправят раньше. То есть, в общем и целом, где-то около 200 танков, ну, сейчас как бы маячит в этом отношении. Это не 300, как писал Залужный, но, тем не менее, а плюс еще там Словакии чего-то подкинут взамен. То есть, тут работает сразу два таких принципа. Принцип первый. Мы давайте быстрее спихнем, а нам взамен. Принцип второй. США дают отмашку, объявляют, а вы, мол, делайте. А параллельно, Миш, на питерской бирже покупают и торгуют акциями производителей Хаймарс, производителей другой продукции американской и покупают, россияне покупают эти акции, потому что они, ну, как бы перспективные, будут изготавливаться новые, там, заказы поступают. То есть, россияне, патриоты и, ну, и вот эти все, все это оружие, да, и Хаймарсы, они их спонсируют, покупая акции. А правительство такое, ну, куда, конечно, ну, как же мы запретим. То есть, получается какой-то театр абсурда. С одной стороны, мы видим вот эти, скажем так, сброс балласта, замена техники. Эстонии, как все гордились Эстонии, вспомни, все, все пушки отдали, все пушки отдали. Тут это как бы громко было, а тихонько приходит новость от, там, министра, да, который говорит, да, мы вот отдали, но мы вот взамен получили вот это, более современное, новое, интересное. То есть, происходит совершенно другая закулисная игра с лидером Соединёнными Штатами Америки. А ты что, не знал, что НАТО это всего лишь ОСББ, не более того? И это всего лишь, как это, клуб покупателей ВПК США, больше ничего. Ну, и внутри, конечно, идёт конкуренция, потому что есть производитель, Франция, например, есть производитель Италия, Чехия, Германия, и они тоже хотят, ну, то есть, давайте, хорошо, ну, пусть 50% рынка у США, но давайте 50% мы поделим хотя бы, правда? Знаешь, как газовый хаб вот этот в Германии, да? Основное там было, нам мифы вешали, что русский газ. Россия там 30% имела только. А кто же имел больше 50%, понимаешь? Явно же не Россия. Ну, точно так же и в этой всей штуке. Всякая война – это продажа, ну, то есть, торговля. Понимаешь? Цель всякой войны – это мир. Мир. То есть, конвенциальная война, суть её в чём? Нанести разрушение, убить там нет. Нет. Цель конвенциальной войны – показать тебе, что у меня есть, и предложить тебе новые условия. Не согласен, будем бить до тех пор, пока не предложат. А в ответ ты говоришь, а я тебя побью. Ну, хорошо, побей. Ну, докажи, побей, давай. А теперь по поводу поставок. Почему так происходит? Потому что весь мир строится на балансах и паритетах. Понимаешь? Балансы и паритеты. По-другому никак. Геостратегические балансы, геостратегические паритеты, локальные, оружейные и так далее. Всё на паритетах. Если бы не было паритета, это единственная система. Плюс система, ну, вот есть такое понятие, система оповещений друг друга, да. То есть, ну, ты не можешь просто так нажать кнопку и запустить ракету. Нет. Поэтому специальные аэродромы открыты, чтобы можно было кросс-проверять друг друга, у кого что. Ты обязательно сообщаешь, когда у тебя взлетает стратегический самолёт, ты звонишь туда и сообщаешь, почему он взлетел и куда, ну, и в обратном порядке. Это то, что удерживает мир от общего пепла. Понимаешь? То же самое касается любой войны. Если я пришёл к тебе и говорю, ты знаешь, мой друг, мне кажется, ты мне должен две бутылки водки. И мотивирую я это тем, что у меня десять моих домочадцев, нет, на первом этапе три моих домочадцев, пришли с рогатками, стоят сзади, вот так. Я говорю, дружище, дай бутылку водки. Понимаешь? И вот стоят трое. Ты говоришь, не, ни хера, не отдам. И голыми руками выбиваешь эти, блин, рогатки и начинаешь наносить, значит, ущерб мне. Я понимаю, что дело, значит, как бы принимает совершенно другой оборот. Значит, я тогда, в таком случае, я достаю рогатки с оптическим прицелом, чтобы можно было чуть дальше, более мощные. И беру ещё двух домочадцев, тем трем, которые были. Тогда, тогда другое ОСББ живут, ну, жители этого ОСББ, которые тебя поддерживают и считают, что я алкаш, который напивается твоей водкой, а потом буянится к нам и мешает всем спать, понимаешь? Поэтому тебя поддерживают. Они говорят, так, хорошо. Значит, мы тебе тоже дадим эти рогатки с оптическим прицелом, но в количестве таком же, как там. То есть для паритета. Почему? Потому что, если они тебе дадут вместо рогатки сразу дадут трубочку стрелять, понимаешь, там, горёхом по мне, то тогда я отвлекусь на секундочку от тебя и поинтересуюсь у того, кто трубочку тебе дал. Это ты против меня трубочку свою направил? Я тебя вообще не трогал. Ага. Так вот, чтобы не нарушилось это всё, теперь ты понимаешь, условно, почему Германия так делает, почему другие страны, ну и так далее. Почему именно так? Потому что выход, нарушение этого паритета означает втягивание напрямую, не через тебя, а напрямую в войну. А этого никому не надо. Так Россия заявляет, что все втянуты и вовлечены. Ну, так дели на 10, что они заявляют, понимаешь? Это всё для ушей. Никогда не слушай, сколько тебе танков дают, кто кому, что. Никогда. Это всё и ПСО. А может, эти танки уже у нас? Понимаешь? Кто-то говорит, да они через два месяца будут. А зачем так говорят? Чтоб русские ещё два месяца дрочили и очки поправляли. Правильно? Нет. Нет. Они же тоже прекрасно понимают, где что и как. Это всё и ПСО. Через месяц тебе их дадут, через два, через три, в течение года, 10, 20, 80. Всё. Цифры на войне никогда не слушай. И сроков поставки никогда не слушай. Это всё и ПСО. Потому что только военные, ну я не скажу, никто. Что? Все знают. То есть те, кому надо, все знают. И в России, и в ЕС, и в НАТО, и у нас и так далее. Все знают, где сколько и чего. И все следят за этим паритетом. И он будет. Так вот, опасность танков в том, что это нарушение паритета. То есть, ну, выход паритета на новый уровень. Понимаешь? Это означает, что и русские выходят с паритетом на новый уровень. Ты самолёты. А ещё с паритетом. Понимаешь? И каждый раз вот так вот оно идёт. Вот в чём этого всего опасность. И на каком-то этапе происходит страшная штука. Прикинь, мы с тобой начали драться. Да? Вот мы начали драться. Неважно из-за чего. Неважно, кто прав, кто виноват. Мы уже дерёмся. Всё. Проехали. Факт по факту. Мы дерёмся. У меня есть топор. А у тебя, а у тебя, а у тебя нож. Примерно. Я не знаю, что сильнее, но тем не менее. У меня топор у тебя нож. И пока мы ещё не нанесли друг другу вещь, я просто дзынькаю. Это ещё одно. А теперь представь себе. Каким-то образом ты меня разозлил, и я тебе отрубил полруки. Всё. Ты уже не пришьёшь. У тебя нет полруки. И даже если мы сейчас с тобой помиримся, ты останешься без полруки. Понимаешь? В ответ ты ножом отрезаешь мне палец. Помиримся. А я уже без пальца. Понимаешь? Что происходит дальше? Дальше ещё полруки. Кисть. И так далее. На каком-то этапе и ты, и я пройдём ту точку, когда мы осознаём, что мы оба уже инвалиды. Понимаешь? И никогда у нас больше не будет ощущения полноты жизни. Даже если мы прямо сейчас остановимся. Понял? То есть никогда. И тогда на этом этапе у тебя возникает вот эта есть точка невозврата. Когда ты понимаешь, что даже если уже сейчас мы всё это останавливаем, и даже если кто-то кому-то заплатит денег, то новая рука не отрастёт. И ты не сможешь ею гладить сиську женщин. Понимаешь? И никогда больше этого не ощутишь. И ты задаёшься вопросом. Если я не могу погладить сиську женщин. А зачем вообще жить тогда? Понимаешь? И точно так же другая сторона. То же самое. Это и есть точки невозврата. И обе их уже прошли. Понимаешь? Так вот, для того, чтобы случилось именно обе её прошли, тебе со стороны дают ровно столько, чтобы ты не убил противника сразу. Потому что если ты убьёшь сразу, ты останешься живым. У тебя будет смысл жизни. А если у тебя будет смысл жизни, ты будешь конкурентом в нашей большой, дружной ОСББшной семье. А в нашей большой, дружной ОСББшной семье, как это, в кругу друзей таблом не клац-клац. Понимаешь? Потому что всего очень мало, мало, дорого. А тут ещё ты. Поэтому, когда... Послушай внимательно до конца. Когда это всё уже прошло точку невозврата, так вот, чтобы пройти её, тебе будут давать ровно столько, чтобы ты наносил увечья, непоправимые увечья. Ты мета тысячи порезов тому, кто на тебя напал. А тот, кто на тебя напал, будет пытаться наносить, ну, поскольку ему нужно всё-таки, чтобы ты водку приносил. Понимаешь? То есть смысл-то не убить тебя, смысл сделать так, чтобы ты водку носил. Правда? И ты будешь... Ну, неси мне эту бутылку водки, вот тебе ещё полруки отрубил, вот тебе ухо отрубил, блин, неси водку. Понимаешь? А потом на каком-то этапе происходит осознание того, что без уха и без рук ты водки не принесёшь. Всё. Понимаешь? И всё, что остаётся от тебя, это только те две бутылки водки, которые у тебя остались в загашнике. Но для того, чтобы обе стороны дошли до этой точки, те, кто живут в ОСББ, должны грамотно играть на одну сторону и грамотно подпитывать другую. Потому что если бы тебе в первый день войны дали всё, что дали сейчас тебе, по факту, вот сейчас, а не растягивать это на такой период времени и давать по капельке, ты бы мог сразу нанести непоправимый ущерб тому, кто на тебя напал. Правильно? Тогда в чём игра? Понимаешь? Вот поэтому и происходит. Потому что задача, чтобы обе кривые перешли точки невозврата. И они перешли. Именно поэтому я говорю, что уже теперь либо на Москву, либо внутренний взрыв будет сильнее, чем сама война. Других вариантов больше нет. Не там, не там. Всё. Теперь только гештальт 2.0. По полной. Понимаешь? Вот, вот. Вот эти вещи очень важно осознавать. И теперь ты дашь себе ответ. Почему именно так происходило эти все поставки в таком росте, в такой геометрии и так далее, и так далее. И в чём логика действий России, в чём логика действий ЕС, в чём логика наша. И всё мир. Вот такой он циничный мир, приведенный нами в моём любимом примере ОСББ. Да. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на канал Михаила Чаплыга, и его телеграм-канал будет в описании к этому видео. Если вы ещё там не бывали, загляните и следите. Там очень тёплая и интересная атмосфера. Конечно, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео. Осталось два, скажем так, вопроса у меня на сегодня. Я хочу ими зафиналить. Вопрос номер один. Ну, прям скандал, который одним из был вышеупомянутый телеграм-канал «Миха Анаркист», ну, скажем так, одним из источников, одним из, но был, да. А второй, конечно, это выход из всего этого. О чём речь? Даже я, когда задаю вопросы там разным экспертам, натыкаюсь на какое-то там непонимание или какие-то там смешки или обвинения в кремлёвской пропаганде или ещё, ну, в каких-то таких увлечениях. А я просто задаю вопрос, что за законопроект как бы введения или как разрешения участвовать не только там гуманитарной и ещё какой-то миссии, но и боевой миссии иностранных государств лежит в Верховной Раде. Мне начинают цыпать, да что, да кто его там подал, да это просто пиар и хайп, это просто так на всякий случай, в общем, там положили, когда там за него будут голосовать, это всё несерьёзно. Ну, как бы оперируешь просто. Подали слуги, если слуги что-то подают, они подают это не просто так. Если слуги что-то подают, они за это потом, ну, когда нужно, голосуют. Что там в этом законе, да всё там понятно, ну, собственно, это законодательная база и чёткое там распределение, ну, кто кем командует во время того, когда там иностранный контингент заходит в Украину. Что по поводу этого и насколько, вот самый главный, финальный, да, вот штрих, чтобы точку поставить в нашем разговоре, насколько вот этим может, собственно, и закончиться война? Ой, ты пропал на кусочек в конце, но давай я пока отвечу, а ты мне повторишь потом, что дальше. Значит, речь идёт, да, действительно, речь идёт о номер даты реестрации законопроекта 8376-23. Проект закона про внесення змін до деяких законодавчих актов Украины с питань национальной безопасности и обороны щодо зміцнення обороноздатности в контексте евроатлантичной интеграции. Ну, в общем, это словоблудие. Значит, о чём? Значит, они с помощью вот этого словоблудия вносят изменения ключевые, ну, давай для простого, для зрителей поясним. Если вам нужно изменить закон о порядке избранья омбудсмана, и это может вызвать скандал в зале и так далее, в таком случае вам нужно внести в парламент изменения в закон о рыбной ловле и в перехідных положениях, среди там кучи изменений в нормативно-правовые акты о ловле рыбы и крючках, внести, внести зміны до закону номер, відомості, такі-то без назви и так далее, змінити словами, процедура буде така. Всё. Понял, да? Как это делается? Ну, упаковывается, да? Да, да, да. Вот то же самое произошло. Делал, ла-ла-ла-ла-ла-ла, а что вносится? Вносится в закон Украины про порядок допуску та умов перебування підрозділів Збройних сил інших держав на території Украины. Это закон, опубликованный, принятый в 2000-м году. Значит, у него есть там, ну, порядок. То есть, мы же можем проводить учения на нашей земле, правда? С участием иностранных, ну, то есть, мы проводим учения. Приезжают иностранные войска, ну, или представители иностранных войск, и мы вместе учимся. И это нормально, правда? Потому что, согласно Конституции, размещение иностранных баз на территории Украины, ну, и так далее, и так далее, и так далее. А тем более, ты можешь себе представить действия чужих военных на территории Украины? Нет. Вот. Ну, а поскольку Конституция устанавливает эти, вот эти вещи, и там написано «Дозвил», на перебывание, навчание там и так далее, иноземных, значит, подразделев на территории, да и Верховная Рада Украины. Ну, так написано в Конституции. Поэтому нужен закон, который регламентирует это все. И этот закон есть. И это нормально, все хорошо. Все было хорошо. Что происходит? Предлагается этим, 83-76, от 23-го, 01-го, предлагается внести изменения в частину третью статьи 12-ю, после слив, застосувание зброи педчас. Ну, там есть слова, то есть, ты же понимаешь, что если иностранные военные приезжают, то они же будут там стрелять по мишеням, там еще что мы, ну, то есть, это применяется с państwa, да. Так вот, подчас, доповнити словами, виконання бойових, запятая, миротворчиков та гуманітарних завдань. Ну, что еще можно пояснить? Ты же понимаешь, да? Дальше, статтю 22 перед пунктом А доповнити новим пунктом такого змісту. А. Уточнювати та координувати з Генеральним штабом Збройних сил України, Министерством внутренних прав України, а також іншим органом державної влади в межах компетенції. Порядок та зміст виконання завдань, визначених у пунктах. То есть, по сути, речь идет о том, что этот закон позволяет заходить контингентам иностранных государств военным на территорию Украины в целях выполнения боевых задач. Вот и все. Ну, я должен развить эту тему еще дальше. Я думаю, что все понимают, что такое закон, ну, проект закона 23.01. И почему именно сейчас? Почему этого не было в марте? А? Можешь задать ответ на этот вопрос? Летом, осенью. Почему именно, когда закрылся первый гештальт и был потерян декабрь для дипломатии, а январь стал подготовкой гештальту 2.0, а февраль станет его стартом? Именно 23 января появляется этот проект закон. Все. Речь идет о том, что законодательно разрешается заходить иностранным контингентам с вооружением для выполнения военных задач при условии координации с генеральным штабом. Все. Вот ответ. Я развивать дальше не буду. Я думаю, что все это поймут. Ну, и второй какой твой вопрос? Ну, это, наверное, самый главный вопрос. Это приблизит конец войне? Я думаю, что да. В том плане, что, по сути, это... Понимаешь, очень многие надо мной смеялись. Когда-то я написал пророчество. Реально. В 20-м году. И оно четко описывает, что будет. Ничего нового, кроме того, что сказал Ничай, я не сказал. Ну, по сути. Просто я это видел и увидел. Меня спрашивали, как, и я описал, как. Надо мной смеялись и крутили у виска. После регистрации такого проекта закона кто-то будет не крутить у виска еще? Вот. Вот и все. Какие еще должны дать тебе ответы? Да, это приблизит конец войны. Да. И это приблизит нашу победу. Осталось только понять смысл слов, которые говорят США, уважаемые представители Белого дома. Змист слова перемога повинны вызначить и сами украинцы. Вот и все. У меня простой вопрос. Ну, я просто, я понимаю, что, Миша, ты говоришь, я не хочу дальше объяснять, но придется, потому что в комментариях и на твоем телеграм-канале, и, конечно, под этим видео тоже найдутся люди. И потом будут меня упрекать. А что ж ты не спросил? Так вот, спрашиваю. Давай так. Отряды, не знаю, там, дивизии или там еще чего-то, там, какие-то, может быть, полки, да, или, ну, разные, да, по численности вооруженных сил, там, не знаю, все равно. Польша, Румыния, там, Америка, вот любые страны берем. Это сейчас не принципиально важно, хотя это важный вопрос. Вот меня интересует сам факт захода на территорию Украины, участия в боевых действиях, боевых действиях против российской армии. Два пути. Путь первый. Ядерное оружие, удары по европейским странам, по логистическим хабам в Европе. Путь второй. Отползание, замораживание и, собственно, там, стена, железный занавес. Что будет? Непротиворечащие. Стена и железный занавес – это то, что выгодно сейчас и России, и США. А Украине? Ну, мы же о геополитике разговариваем. И ты мне не дал закончить мысль по поводу этого, и она важна сейчас, оказывается. Потом вышла Бербок после Шольца, который, помнишь, про лидерство США, там, коалиция антироссийская. Ну, Бербок сказала следующее, что, ну, на НАТО, мотивируя дать вооружение Украине и так далее, она сказала, мы же, мы, НАТО, коалиция, точнее, не все НАТО, а некая коалиция внутри НАТО, мы же, коалиция внутри НАТО, воюем против России. Это слова Бербок. Я предлагаю серьезно вообще к этому всему относиться. Вот, просто происходит это у нас. И, ну, то есть Россия совершает агрессию на Украину, Украина защищается, получает какую-то помощь от НАТО, и в результате носится проект законный о том, что, а давайте вы уже напрямую, приблизительно так, понимаешь? Ну, означает ли это удары ТАО и так далее? Да, может означать, но не по НАТО. Нет, я сомневаюсь. ТАО по НАТО, я сомневаюсь. По нам? Ну, не по себе они будут бить, правильно я так понимаю? Ну, вот. Это возможно. Будет ли это? Ну, очень сомневаюсь. Ну, возможно, да, да. Но будет ли, не знаю. Для этого надо исчерпать все остальные способы. ФАБы, управляемые, точные ФАБы и так далее, и так далее. Я думаю, что то, что они могут делать, то есть, если цель в России стартов была. А не помнишь, я в марте еще говорил о том, что откуда точка вообще этого всего рождения? И Путин об этом говорил. Точка рождения – это ФРГ. Когда русские уходили из Германии, из ГДР, ну, не русские, а из СССР, уходила, якобы были даны гарантии, потом это подтвердилось, как по факту. В результате их кинули. Ну, или они так считают, что их кинули, да? Хорошо. И вот местку они решили превратить в Украину. Ну, поскольку борьба идет за Украину. То есть, чья же она будет? НАТОвская территория или сфера влияния России, если мы сами оказались от нейтралитета. И за это идет, грубо говоря, большое сражение. То, друг мой, если цель в конечном итоге, которую видит себе Путин, это раздел Украины и превращение ее в обрубок, да, то, соответственно, зачем бить тело? Ну, то есть, по большому счету, нужно дождаться, когда НАТО зайдет через Украину. Поэтому уж Беларусь нейтральна, чтобы рассекать Западный фронт. Чтобы они не шли вот так через Беларусь, ну, или напрямую через Беларусь, а шли через Украину. Если идет заход через Украину, доходим до точки соединения трех границ и оттуда проводим вниз линию, понимаешь? Только линию вниз не по Днепру, а линию вниз чуть-чуть по-другому, потому что им еще нужно под этот шумок каким-то образом устроить наступление для того, чтобы дойти до Приднестровья. Ну, то есть, сделать обрубок. И тогда, пожалуйста, вот вам Западное, под Днепр, грубо говоря, без выхода к морю, пожалуйста, делай, что хочешь. А наше вот это. И раз можно заходить, ну, вот есть мы и ОДКБ. Понимаешь? То есть, я же это еще в марте описывал всю эту воспаленную философию товарища Путина. Понимаешь? Вот. Я же думаю, что ты отказался от этой идеи. Нет. И все идет навстречу этому всему. То есть, если для того, чтобы это реализовать, нужно еще поднять планку до самолетиков реактивных, дадим самолетики реактивные. Ну, что же не ясно. Понимаешь? То есть, вот оно как идет. Тяо, не тяо. Может, и будет. Скорее всего, может. По западной где-то. Понимаешь? То есть, по востоку вряд ли. И по югу. То есть, где-то туда. Для чего? Чтобы захлопнуть мышеловку, грубо говоря. Если ты заходишь, это же как пешка получается. Захлопнуть мышеловку. Понимаешь? Вот. Ходить по Беларуси они не будут. Потому что, ну, она же якобы нейтрально в этом все. И Штаты это признают, и НАТО признают, и так далее. Означает ли это рассечение по мостам? Да. Что, можно мост рассечь одной ракетой? Нет. Ну, максимум ты там полотно снесешь, да? Ну, сколько это займет у тебя? Ну, месяц, допустим. Ну, полотно ты же восстановишь. Для того, чтобы не было опоры, нужно фабом лупануть. С высоты 10 тысяч метров, грубо говоря. Для этого нужно погасить ПВО там и так далее. Ну, и многое другое. То есть, тебе надо погасить энергетику. Вот там выходит от Рудской, говорит, нельзя там гасить энергетику. Пойми, энергетика это для тебя. Ну, то есть, важно, свет и так далее. Но энергетика это в первую очередь, я извиняюсь, энергетика это для тебя. В первую очередь энергетика используется для работы заводов, экономики, восстановления техники, ну и так далее. Понимаешь? Ну, вот в чем цель. А то, что у тебя света не будет, никого не интересует. Будет у тебя вода, свет и так далее. В войне этого никто никого не интересует. Ты что думаешь? Что не были удары натовские в Югославии по энергоструктуре? Были. Кстати, официально в отчетах доклады были. Они признаны, даже на сайте НАТО есть. Где четко говорится о том, что Милошевич, гаденыш, использует водопостачание электрику и так далее. Для укрепления своей диктатуры. Поэтому, для того, чтобы не было... Прямым текстом, ну что, ему цитаты привести на английском. Вот, поэтому. И все то же самое было в заливе, война в заливе. То же самое. Понимаешь? И многое другое. Ну, о чем мы говорим? Это война. Поэтому, да, я думаю, что, скорее всего, они хотят наконец-то уже довести до этой... То есть, все надо закрыть побыстрее. Желательно до лета. Да, то есть, или туда, или сюда. Ставки до предела. Потому что на кону будущее существование стран. Если Путин обсирается, то он точно до Нового года не будет президентом. Я тебе уже часто говорю. И не будет России в том виде... Ну, она не будет решена, но не будет в том виде, как она А что такое обсирается? Ну, грубо говоря, уходит. Жесты доброй воли. Понимаешь? Вот не может победить. Жесты доброй воли. Ну, или будет продолжаться окопная война, как Первую мировую. Для него это тоже смерти подобно. Понимаешь? Вот. С другой стороны, если мы не наносим переломного удара, ну, грубо говоря, то у нас та же фигня. А точки невозврата мы уже прошли. Я же говорил, ноябрь. Ноябрь, друзья мои. Ну, кому не ясно. Ну, многим не ясно. Понимаешь? Она идет из геополитики. Не только что за Украину. Геополитика большая. Смотри, мой друг. Просто многие не понимают. Это шахматы. Допустим, ты выставил, ну, или я выставил пешек. Три пешки. А где-то сзади, за этими тремя пешками, сразу стоит мой конь. Понимаешь? И тебе меняют фокус внимания на борьбу с пешками. А я тебе говорю, конь. Потому что конь может выскочить и ударить по любой клетке впереди. Понимаешь? А тут выходят тебе на чистом глазу телевизора, рассказывают. Врут. Это агенты Кремля с этими, блин, конями. Где вы коня видели? Вот три пешки стоят. Нету коня. Врут. 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 Понимаешь? А на самом деле это большая, серьезная игра. Шахматы. Если где-то наносится удар в Украине, то ответный удар по России может быть нанесен, например, в Африке. Понимаешь? Или где-то еще. Если нанесли удар в Африке по России, ответный удар может быть в Сирии. А если тебе поставляют вооружение, дадут там какие-то не те боеприпасы к танкам, то случайно ядерное оружие может появиться в Иране. Что там будет нарушать балансы. Или станция слежения космической для ГЛОНАССа появится в Венесуэле. По-моему, в Венесуэле. Понимаешь? Или на Кубе что-нибудь может появиться. Это большая глобальная игра. Понимаешь? А нам. Нас пытаются сказать ниже и шелест. О чем вы говорите? Вот три пешки. Давайте обсуждать битву за пешку. Что обсуждать? Зачем обсуждать? Вот тебе стратегия глобальная. Я тебе это объяснил. Но если у Путина либо окопная война, без каких-либо серьезных подвижек и далее, и он не может переломить ситуацию, его не будет до конца года. Уже все. Точка неврата пройдена. А у нас правильно тогда говорили эти поляки и все остальные. А у нас на карте тоже государство. Понимаешь? И это же тоже подтверждается. А теперь сопоставь все вместе. И вспомни, что я говорил про ГДР и ФРГ. С чего все началось? С чего хотят? И как можно технически это? Ты можешь это устроить сам? Разделить на ФРГ и ГДР? Нет. Для этого тебе нужны оккупационные войска Британии, Франции и Америки. Правильно? Вот оно что. Да. Теперь 2 плюс 2 сложите розовые пони. Что я могу еще сказать? Да. Очень доходчиво и очень подробно. Миш, я благодарен за твое время и твои мысли. Тебе спасибо. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Следим за всем, что происходит. Ну и, конечно же, будем анализировать и с новыми знаниями смотреть на предстоящие события. С новыми глобальными знаниями анализировать то, что происходит локально там или в каком-то другом месте. До скорого. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова